Для того, чтобы получше натянуть холст на подрамник, нам понадобятся такие клинья. Они бывают со срезанным носиком и бывают острые. Вот у меня со срезанным. Вставлять мы их будем сначала в нижнее отверстие, а потом в верхнее. Но для начала будет лучше подложить какую-то бумажечку или картонку для того, чтобы не повредить наш холст. А сейчас смотрите, как я буду вставлять клинья. Длинная сторона клина должна быть параллельна верхнему отверстию. И сначала мы вставляем все нижние клинья. Сразу скажу, что не стоит пытаться до конца впихивать эти клинья, мучиться. Нам главное, чтобы на данном этапе они просто были зафиксированы на своих местах. После того, как мы вставили клинья во все нижние отверстия, точно так же по аналогии вставляем во все верхние отверстия. Затем нам понадобится молоток для того, чтобы забить клинья до конца. Сначала мы по очереди забиваем все нижние клинья, а потом все верхние. Для того, чтобы холст растянулся максимально сильно, вам необходимо забить клинья как можно глубже. Для этого будет супер, если подрамник не будет дергаться в руках. То есть необходима какая-то опора. У меня этой опоры не было, поскольку я снимала это видео. Но мой холст натянут и так достаточно хорошо. И, в принципе, мне этого достаточно. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч!